Псков Изделия из металла, которые я мог увидеть воочию Судьба опять обернулась так, что я познакомился с племянником Селдой Петровичем Сергеем Который дал мне в руки молоток И потом по жизни мы не расставались, пока, к сожалению, это его не стало Для Евгения Васильевича кузнецы были небожителями А их мастерство чем-то фантастическим, недостижимым Сергей Смирнов помог достичь ему этих высот и продолжить дело псковских мастеров Нашему музею очень повезло, что в Псковском музее-заповеднике работает замечательный человек Евгений Васильевич Вагин Начинал в нашем музее как реставратор по металлу Прошел курсы обучения при Институте Грабаря в Москве Соучаствовал во многих интереснейших работах по золоте и реставрации различных российских памятников Огромные работы, которые он делал по хранению наследия в Храме Христа Спасителя В Хременовском дворце, в соседних республиках, в Астане, в Карелии В Хельсинге, наконец, кажется, объял всю географию нашего и не только нашего Отечества Заслуги нашего героя не раз отмечали на самом высоком уровне Но своим главным успехом он считает не почести и награды Самая большая заслуга в жизни, мне кажется, не то, что я сделал своими руками А то, что мне удалось организовать в городе Пскове артельное объединение такое То есть вокруг меня спортились кузнецы практически все Именно при его самом активном участии создавался кузнечный двор В палатах Рокотовых, известных больше Пскове, как Дом Ксенза Находилась всю дорогу, хозяйственная часть нашего музея И вот именно там он смог придать этому, скажем так, хозяйственному месту историческую фабулу Создать там музей истории псковского кузнечного ремесла Возродить именно ту самую псковскую кузницу, где наши предки, начиная с раннего средневековья, ковали железо Сейчас здесь эпицентр творческой жизни города Кузнечный двор объединил архитекторов, художников, музыкантов Кузнечный двор таким образом живет насыщенной полной жизнью творческой Которая в свою очередь опять переросла в то, что на территории кузнечного двора В свое время мы проводили даже детскую кузнечную елочку Специально сковали железную елку, как это не смешно звучит Ящики с железными игрушками, дети были очень счастливы Дважды проводили кузнечные калятки, прямо ночью 7 на 8 января Это очень красиво выглядит в снегу, горные искры А в дальнейшем при помощи областной администрации получится у нас праздник Праздник мастерового человека, день скобаря На который приглашались уже не просто мастера разных специальностей А приходили и певцы, и танцоры, разные этнические группы То есть это было уже такое не просто культурное художественное объединение Единение людей, которые таким или иным образом какой-то граммится Прикасаются с искусством, с любым Представляете, во что можно превратить кузнечное тело? Наш герой не просто объединяет людей А разжигает в них искру творчества Искру любви к делу своих предков И только останется, надо сказать, что пусть хранит наша матушка Родина Своё историческое наследие Пусть помнит его, и тогда вовеки нам не исчезнут такие мастера Как Евгений Васильевич Благин, представленный сегодня в соискании премии хранителей наследия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова